Эки, друзья, снова всем привет, всем привет, с вами Лик Огнин и, ну что ж, мы продолжаем прохождение игры The Walking Dead, первый сезон Ли Вот у нас стоит Ли, ну что ж, давайте посмотрим Мы прибыли на ферму, не забывайте заговаривать со всеми, кого встретите Логично Я, короче, решил всё-таки перейти на клава-мыш, намного будет проще Так, больше там ничего, окей Пойдёмте посмотрим, что у нас здесь Серьёзно, то есть, здесь... Ё-моё, о! Умеешь его водить? Конечно нет, зато я могу здорово разнести закон о сельском хозяйстве США А, я неплохо вожу Так это странно двигается, мышка, конечно, да ладно Он ещё тронится над забором Ты думаешь, это удержит их? Пока нет Я думаю, сделаю ещё подход и укрепить это получше, если позволишь Но мы неплохо забаррикадируемся Но шансы есть, не спорю, да Хотя я думал, там возвышение какое-нибудь будет Это весь слон, который мне лосина здесь найти Так, ладно То есть, я вот так вот опрошёл сюда Нишку у тебя Понял вас, понял, 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 понял Ну-ка, 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 ну-ка Кажется, эти двое хорошо поладили Тебе нравится делать с Калей, Клементина? Да Да Привет, девчонки Чем занимаетесь? Так, чем ты занимаешься, когда трупы не горят по улицам? Я работаю ветеринаром в Форт-Лорд-Эйли Как Хёршел здесь, разве что я больше по собакам и кошкам, а не по лошадям А чем ты занимаешься, Ли? Ну, прежде я преподавал в университете в Джорджии Нам нужно надеяться, что мы скоро вернёмся к своей работе Ли, назад к нормальности Не может же так быть всегда? Нет, я больше не работаю Нет, я больше там не работаю Некоторое время назад я уволился Очень жаль Я слышал, после большого несчастья люди всегда тянутся обратных знаниям Наверное, они не хотят умирать невеждами В Илубе кажется, довольно спокойным Думаю, мы в норме Клементин рассказывал мне про первый класс О, окей, ну и как там? Там легко Ну да Так, а вы в порядке? Так, будто последние три дня мы не видели, как люди поедают друг друга Здесь так спокойно, правда? А как в городе? Сложно было пробираться сюда через город Окей, просто ехал Видели столько людей, кому нужна была помощь, и мы просто проезжали мимо Не обращая внимания, просто... Просто... Ладно, ладно, всё-всё-всё, хорошо Не нужно больше рассказывать, я вас понимаю Я хочу завтра поехать домой Но даже тогда я не смогу забыть о том, что с нами, с Даком Случилось Ты бы не хотел вернуться в то время, когда я не знал всего этого? Ну конечно А кто бы не... Последняя моя мысль Подсказки сверху показывают? Ну окей, хорошо Меня вот интересует эта рация, как я могу с ней взаимодействовать? Ну-ка, у меня же есть настройки? Так, управление Кстати, ребята, прошу, пожалуйста, без спойлеров А то я вот уже зашёл в комментарии, там типа, слушайте Кена, Кенни Я уже не помню Я не хочу даже проходить ещё раз, просматривать, да? Не надо, пожалуйста Не надо дело в том, что это бессмысленно Если я буду идти по тому сценарию, как хотите вы, это будет для меня неинтересно Во второй раз может быть В третий, в четвёртый, там типа перепрохождение и так далее Это ещё может быть, но Первоначально не надо Это неинтересно Так Кенни Кажется, он нормальный чувак Да, согласен Он боится со своим грузовиком Ну, вот я чё-то пропустил Я вроде совсем поболтал Шон трудится над забором Этот сидит, играется Мы сюда заходили Да? Да Мы сюда заходили, окей На дорогу я не выйду, да? А, вот Это не самый надежный пикап в мире, но он, по крайней мере, ездит Да Эй, привет, Кенни Помощь нужна? Как твоё сын? Думаю, в порядке У Кати, Мемфис и сестра Мы возвращались от неё из гостей Заехали на заправку, и там какой-то мужик схватил моего пацана Я подумал, что он хочет его похитить Мигом налетел на того отморозка Боже, как же повезло, что я был рядом Убители множество тел, пока не накнулись на ферму Хёршена Но поверь ли, наша семья крепкий орешек Нас ничто не выбит из колеи Ну, это хорошо Так, помощь нужна? Нет, я уже во всём... А тебе нужна моя помощь В каком смысле? Ну, в смысле присмотра за маленькой девочкой Ты вообще знаешь, что делаешь? У тебя свои дети-то есть? Да нет Нет, нет, нет Детей нет Значит, хотел бы, чтобы мы были? Ну, типа того Какой план? Вернёмся в Лондердейл И будем ждать, пока с этой завуруха разберутся Власти начнут выдавать оружие Да и Национальная гвардия займёт своим делом На тот случай, если всё обернётся слишком плохо Думаю, что спасёмся на моей лодке У тебя есть лодка? Я занимаюсь промышленным рыболовством Ловим макрель, дельфинов В общем, всё, что хватает на наживку Без за что платят Катя от этой лодки, конечно, не в восторге Но посудина неплохая Увидимся Кстати, это хорошо Лодка-то это приятно Можно спрятаться на какое-то время Плюс, если это обвылов Ну, неплохо Идея-то хорошая Идея хорошая Ничего Ну, пойдёмте к Кате посмотрим Чё там? Можешь с Катей? А мы с Кремитиной болтали, нет? Может, тебе нужно в туалет Или что-то типа того? Ли, эта маленькая леди Может, о себе позаботиться Да-да, конечно Скоро вернусь Хорошо, Ли Тебе нравится сидеть с Катей? Кремитиной? Да Может, тебе нужно в туалет? Так, это ладно Это уже было Ли, молодая женщина Пойдёмте к Шону, что ли, тогда? Ладно А потом зайцы болят Большой, а отский тяжелый Медленный Медленнее, чем чё-то там, да? О, вытянул Шон, ещё троится на заборах То есть, было? Не было, что ли? Да я думаю, что это Так это тоже было? А как пропускать? То есть, нету, да, возможности пропускать? И если нет, это плохо Это неинтересно Тут металлолом, который он нашёл Честно, я думаю, типа, в дом там зайти и так далее, да? Вообще-то кусок говна, но есть нормально Здесь кем-то, да? может помочь что-нибудь так ладно мы не выкидываем это он поленился хорошо меня это вот он че нет забор да ты думаешь забаррикадируемся получше вот же написал вот 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 выбор выбор прошу прощения меня за мат ну вот же выбор либо глазей либо болтай здесь говорить говорить дебила кусок а ну величайший дебила кусок я просто глазел а надо говорить у тебя красивые волосы как дела дать так я тебя понял братан не трогай поднимай спиной о господи привет ли помощь нужна нужна помощь не помешать если бы ты погнал тебе носки до нужной длины был бы намного быстрее да без проблем давай работай мой отец просто не знает сколько все плохо нет не знает в атланте я видел как парень убил ребенка мальчика просто выстрел ему прямо в лицо тот мальчик был ходячим даже не знаю он пытался или напасть на того парня парня или попросить помощи он даже не колебался просто развернулся приставил ствол пистолета мальцу между глазки спустил курок такого нигде не увидишь это совсем не так как кино они падают не так как можно подумать тебе же приходилось это делать делать что убивать не ходилось уже прикончить кого-то из них пришлось и стрелить одного и выше мозги бедной девушки я выше мозги бедной девушки ух ты я бы так не смог я рад что мы начали строить этот забор папа просто хочет защитить свою семью и думать что приглашать людей в дом опаснее чем то что бродит там а что ты скажешь как твоей семье мой родитель в мэйкене я не знаю где они сейчас моя бывшая жена я не очень вот мой брат родитель в мэйкене я надеюсь да я тоже надеюсь на это может там еще не очень плохо да ё-моё блин я уж пугаюсь наверное пока мне хватит спасибо и шо спасибо еще раз что подвез не за что ли я же не мог вас бросить в общем если встречу моего отца спросить не нужна ли ему помощь в сарае окей хорошо как раз туда пойдем так ну ка привет помощь нужна хорошо то есть вот смотрите еще пищем не сказали что первый сезон самый тип как это написали самый трагичный что мы короче самый самый такой что ты мне так смотришь как ты выбрался из атланты меня подвезли а я уже выезд на выезде я все равно уже был на выезде из города все это случилось как раз вовремя а если предполагаем апокалийсу вообще может случиться вовремя у тебя ферма на хорошую участку из земли если бы мне 20 лет назад сказали что я все еще буду этим заниматься я бы ответил что они несут полный бред я никогда не собирался владеть такими вот местом в первом принадлежала семье я наверное тоже семья важна это единственное что имеет значение ты с этим согласен для меня да я тоже так воспитаю а есть сейчас твоя семья родители жена девушка Мэйкони жены у меня больше нет жены у меня нет больше я думаю что она в Виргинии возможно сочувствую ну а теперь тебе нужно заботиться от этой маленькой девочки Клементина верно? ты просто случайно ее встретил? я искал помощи в ее доме да я искал помощи в ее доме позволь мне дать тебе совет? конечно я не знаю кто ты и что натворил но в тебе стоит научиться врать получше как можно быстрее предположим что в городах дела не наладятся или сначала станет еще хуже чтобы выжить тебе придется полагаться на честность незнакомцев и если эти же незнакомцы поставят под сомнение твою тебе тебе не поздоровится так что кем бы ты ни был и что бы ты не натворил держи это при себе по крайней мере у тебя хватило здравого смысла лучшего человека дающего совет что за? да беги туда с оружием Шон? ээээээ эээп саната куда вы че? Я не знаю, кого спасать просто Нет, да! Тихо мать, а! Проваливай. Валить отсюда нахуй! Мне жаль. Жаль? Твой Сиджиев, тебе не о чем жалеть. Я тоже, ты даже не пытался помочь. В смысле? Я думал, что всем помогу. Неправильно думал. И теперь... Пожалуйста, просто уходите. Выметайте, чтобы я вас больше не видел! Я не знаю. Хуй с ним. Ну не знаю, я пацана думал больше спасибо. Потому что если бы... Они реально... Пацана больше сожрать могли. Нежели этого парнишка. Ну там и так и так. Как и грицида. Пошлите, поехали. Раз уж нас гонят. Если хотите, можете поехать с нами в Мейкл. Да-да, поехали. Мне что тут оставаться. Ну не знаю. Не знаю. По сути виноват Шон. Именно этот дебил посадил ребенка за трактор. Все. Вот это самое. Все. Больше нету других. Я бы не сказал, что прям, знаете, так типа... Вау. Офигеть. Что такое? Выбор просто я сделал и все. Я спас ребенка. Не парня. Не знаю. Не знаю. Вот решил решил. Мы до приехали не так все далеко. Достаточно вполне. Дуглас. Офис Суплайс. Смотрите. Ой, 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 не, не иди. Да. Вы тупые, а? Да, ни хуя себе. Ой, как это вот так? Ой. Ох. А, да. Ой, ё, слава богу. Я думал, что пацана опять насажим быстро. О, девчонка. Или женщины. Прикиньте. Паф, паф. Пиф, паф. Дверь закрой. Молодец. О, ты даже за бомбал. Ничего себе. Хм. О, и кто? Ну, нельзя просто позволить людям умереть. Когда я говорю, дверь должна быть закрыта, несмотря на что... А на черт, мне должны быть закрыты. Мы не знаем, кто эти люди. Может, они опасны. Конечно. У нас тут дети. Мы в порядке. Спокойной жизни. Чёрт возьми, ты можешь привезти яголовечес? Она бы умерла там. Тогда пусти их. С нами дети. Я вижу одну девчонку. Чего? Что? Мне нужно пописать. Да уж, конечно. Ты глупая и беспечная дитя. Через минуту, Клэм. У них дети, Лили. Твари снаружи, это они волнуют. Так может, тебе стоит присадиться к ним? У вас есть что-то общее? Чёрт побери, Лили. Нужно было следить за ними. Лили и Клэм просто выможили. Да мне глубоко насрать! Мы в зоне военных действий! Она не верна. Они рисковали. Именно. И мы понимаем это. А теперь давайте успокоимся. Чёрт побери! Чёрт! Одного укусили! Его не укусили. Да ни хрена. С ним надо покончить. Сейчас же! Только через мой труп. Будет тогда могила на твоих. Нет, я смываюсь с него. Никаких укусов. С ним всё в порядке. Да вы что, ни хрена не понимаете, бразы? Видите, как это бывает? Если кого-то кусает, то и он остаётся у нас всех. Потом покасает. Заткнись! Нам нужно избавиться от него или разношить ему голову. Кенни, останови его! Ли, что с нами с ним делать? Папа, это просто боль. Договориться! Надрать за Лили, я разберусь. Договориться! Ну как в твоё сердце? Папа, тебе нужно успокоиться. Мы урезоним его. И у нас есть отличный топор для этого. Никто не будет угрожать моему малышу. Вы не принялись в своём кельни. Заткнись! Никто ничего не делает. Заткнись, Лили! И тоже. Заткни пасть. Они найдут нас и придут сюда, и всё это уже будет ни хрена не важно. Так, мне этот мужик не нравится, может я его убью? Но теперь мы будем сидеть с запертыми с одной из этих тварей. О чём мы? Его укусили, он стоит одной из этих тварей. Его не укусили. Ли, останови это, он пугается. Так, или ты сядешь, сука, или ты приняй на себя, ты задолбал. Папа, мы понимаем? Сядь, иначе хуже Боди. Ты хочешь испугать меня? Ты и твой гам-аппарат? Достал. Отлично. Малыш, прежде чем ты съешь свою мамочку, можешь посмотреть, как папочки ломают нос. Я убью его. Катя, подумай о Даке. Ли! Да? Там кто-то есть. Там просто закрыто, ключ за прилавком. Возможно. Да я же не злодей, я просто беспокоюсь о дочери. Да неужели? Ты просто пытаешься убить ребёнка? Да он весь в этом дерьме, и она найдёт укус. Смотри. Не найдёт. А если найдёт? Первое же, что он сделает, вгрызётся в лицо своей мамочки. Он просто ребёнок. Думаю, мы справимся с таким малышом. Малышом? Он превратился в неуправляемого людоеда. Этого не случится. Случится, и мы избавимся от него. Сейчас. Сейчас. Так, нет. Врежь ему Кейни, останови. Нет. Мне жаль Кейни. Врежь ему Кейни. Выруби этого парня. С радостью. Господи. Кейни. 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 Ох ты ж. Как ты? Просто здорово. Спасибо. Закройте дверь, может быть, а? Эй, народ. Ложись. Всё тихо. Больше болтали, нежели... Они заходят. Заткнись. О! Нацгвардия. Это военные? Не знаю. Слава богу, что бы это ни было. Мы чуть не погибли за этой невменяемой суки. Это чертовски глупо. Это... Папа? Всё. Сердечный приступ. Что с ним? Сердце. Таблетки. Нидроглицерин? Да. Таблетки кончились, как только мы здесь оказались. Мы пытались попасть в аптеку. Постарайтесь добраться. Туда, за прилавком. Таблетки там. Через офис? Наверное, есть другой вход. Возможно, через офис. Откуда ты знаешь, что это офис? На догадке. Не важно. Нам нужны таблетки. Нидроглицерин. Идите туда. Я присмотрю за папой. Всем остальным нужно расслабиться и поискать что-нибудь полезное. Мы можем побыть здесь какое-то время. Я думаю, что эта аптека не постоянное решение. Верно. Это не совсем Форт Нокс. Какие у тебя предположения? Нам нужно как можно больше горючего, чтобы мы все могли выбраться из центра Мэйкона. И быстро. Согласен. Тогда я пойду возьму горючее. Не очень далеко отсюда есть мотель. В конце Питч-3. Я проберусь к нему. Возьму все, что смогу, а потом вернусь. Назад. Ты знаешь, как туда добраться по городу? Местный? Родился и вырос здесь. Если ты собираешься это сделать, вот рация. На случай, если будет неприятно. Надеюсь, она не понадобится. Клэр, да. У Клементина будет тара. Связывайся с ней и возвращайся как можно скорее. А ты? Как тебя зовут? Лили. Мой папа Ларри. Не спускай с него глаз. Эти ребята достанут тебе лекарства. Верно. А ты следи за этой входной дверью. Лудишь нашими глазами. Я Даг. Все понял. А я Карли. Хорошо, Карли. Ты поможешь Дагу, когда понадобится. А пока отдохни. Ты хороший стрелок и мне хотелось бы, чтобы так и она оставалась. Слушай, босс. Теперь нужно достать ему эти таблетки. Пиздец. Сколько там? Четыре минуты, да? В таком вот. Надо сказать. Четыре минуты в таком вот настроении. Ну, касайте. Так. Что, пожрем? Нет? Может пригодится, да, еще. Посмотрим, что еще есть. Так. Давайте поговорим с Клементино, что ли. Неплохой выстрел. Ну, так не стоит шутить с репортером, особенно если последнюю чашку кофе он выпил три дня назад. Ты неплохо справляешься. Правда? У меня уже одна беда за другой. Ну, я бы не сказал. Моего шеф-редактора сожрали в двух шагах от меня и закусили бы мной, если бы не тот придурковатый парень. Что было на дежурстве? Сочувствую. Она была дурой. Ну, ты понимаешь. Ага. Он спас тебя? Да. Можешь поверить. Эти жуткие твари УП или кто-нибудь там... Черт побери, такие раздирали наш фургон на части. И вдруг на помощь пришел этот парень. Так. Никогда заранее не знаешь, кто может стать героем. Он вроде даже милый. И все, кто постоянно живет с родителями. А? А-а-а, ничего. Как ты здесь казался? Мы поехали встречать фестиваль цветения Сакуры. Реально тяжелое задание. Звучит так. Что у тебя тут? Радио. Никак не могу заставить его работать. Дай-ка мне взглянуть. Так, что тут у нас... Переключить. Батарейки может? Батарейки может нет? Ну да. В этой штуке нет батарей. И что теперь? Знаешь, ведь в этой штуке нет батарей. А, ну да, конечно. То есть, ну... Нет. Ты дура. Я могу попробовать ее искать. Нужно две штуки. Спасибо. Я даже не знаю, что конкретно искать. Ты, да, серьезно? Женщина, ты не знаешь, что такое батарейки? Она смеется или что? Так, все, ребят, сейчас посмотрю, что-то у нас все нормально. Ух! Пойдете по греймсу? Да. Нет, не хочу с даком говорить. Хочу вот это посмотреть. Пробковая доска. Угу. 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 Видел, слышал что-нибудь? К счастью, ничего. Хочешь выйти осмотреться? Хе-хе-хе. Стива, я не самоубийца. Да нет, ворота закрыты. Можно пройтись перед магазином, все будет в порядке. Хмм. Давай. Хорошо. Давай осмотримся. Спокойно и потише. Не нужно привлекать их внимание шумом. Договорились? Боже. Кого-то жрут. Они просто едят. Насколько могу судить, это все, что их заботит. И если кто-то из них тебя поймает, он съест тебе. А все, что останется, превратится в одного из них. Какого хуя? Думаю, на то, чтобы все наладить, может понадобиться больше, чем пара дней. Мне тоже так кажется, нам лучше пересидеть здесь. Жаль, что мы не можем выйти сюда и посмотреть новости. Было бы классно узнать, что происходит в мире. В Атланте все плохо, это все, что я знаю. А здесь магазин. А вы попробовали попасть туда взять оружие? Я пытался, но это казалось слишком рискованным. Потом появились еще парни, и уже они попробовали. И что случилось? Думаю, большинство бродящих там тварей то, что от них осталось. Понятно. Это кодовый замок. Посмотри на то, что там завалило. Лучше его, чем нас. Менеджер Эверетт. О, черт. Что? Ты знаешь, что парни? Он может быть работником аптеки. А, да. Он может быть работником аптеки. Ты так говоришь, у него могут быть ключи аптеки? Я говорю, что у него МОГУТ быть ключи от аптеки. Я не знаю. Это может быть кто угодно. А они начинают гнить, и все, все жуют. Да заткнись так. Взгляни на униформу. Возможно, он работал в аптеке и умер с ключами в кармане. Что обезопасить туда и посмотреть, если у него ключи не рискую при этом жизнь, нужно будет серьезно постараться. Если мы сможем каким-то образом убедиться, что он здесь работал, то думаю, он того стоит. Посмотрю, что можешь найти. Так, это неплохо. Ну-ка еще раз посмотрю на него. А, окей. Да. Ничего себе, кто-то очень спешил укрепиться. Ага, и это не помогло. Как ты здесь оказался? Я переехал сюда жить с дядей. Он занимается всякой техникой, от этого есть толк. Так ты выходь местный? Наверное, знаешь хозяев этого места. Да нет, не особо. Я здесь всего пару месяцев и много времени провожу. За компьютером? Нет, просто занимаюсь своими делами. А ты? Я здесь вырос. Знаете, когда я появился в местах, я хотел вернуться домой. А, так ты, наверное, знал хозяев. Да, знал. Хорошие люди. Так, ну я вроде бы все осмотрел. Так, это мы осмотрели, зомбари осмотрели. Замок осмотрели, это осмотрели, поболтали. О! Не могу дотянуться до кирпича. Кстати, да, я бы кирпич взял. Думаешь, мы в безопасности здесь? Ну, до сих пор им не удавалось пройти через ворота. И думаю, аптека достаточно безопасна. Ее хозяева, кем бы они ни были заботились о ней. Здесь много запасов, все хорошо забирается. Ладно, вернуться. Вернемся внутрь. Ладно. Короче, нам нужен кирпич, да? Ну, что-то подобие палки. Хотя это очень странно, что он не может дотянуться. Ладно. Кирпич нам нужно. Потом, нам нужны батарейки. Посмотрим, может батарейки найдем какие-нибудь. О! Не может быть, что это его семья, а этот чел работал в аптеке. Это его брат, например. Тут что-то пока не говорят, пока... Ну, ничего такого не говорят. Да, что-то нет открытых. Мне очень жаль, что вы их риск сожрали живые мертвецы. Да, очень жаль. О, батарейки. Отлично. Нельзя позволить, чтобы с таком что-то случилось. Знаю, милая. Газетные вориски. Че там? Я не помню. Я не очень хорошо их помню. Нам нужно просто вернуться в Форд Лудартейл. Мы сделаем все возможное. Блин, прикиньте, если его все-таки укусили. О! Дайте ему. Это немного. Ну, хотя бы так. Это мальчик. Спасибо, Ли. Он будет благодарен. Ты очень любезенний. Как здесь? Здесь все расплавилось. Эй, Ли. Наверное, бить его было не лучшей идеей. Я тебя умоляю. Были варианты похожих. Сказал тот, кто не получил по лицу. В любом случае, мы с Катей ценим твою поддержку. Спасибо, Ли. Как так? В порядке. Ты просто немного растерян. Нам чертовски повезло, что никого по дороге сюда не цапали. Кроме шуток. Как у нее дела? Ее родные умерли. Нет. Ее родные умерли. Но ее родные умерли, так что... Ли, это ужасно. Да, но... Она, похоже, неплохо справляется со всеми. Ты просто маленькая девушка, Кин. Ли говорит, что несколько дней была сама по себе, а для этого нужна выдержка. Но ты понятия не имеешь, какие больны каждую секунду с того момента, как она потеряла родных. Вообще-то, она не знает об этом. Какой план? Продержаться, я думаю. Там вроде довольно опасно, поэтому нужно подождать, пока ситуация не прояснится. Моя семья из Мэкона? Как ты сказал? Да. Где они? Нам нужно искать их? Ну, это место принадлежало им. Это место принадлежало им. Они... Ну, их больше нет. Ну, как жаль, Катя. Они были хорошими людьми. Я редко бывал рядом, но теперь их нет. Наров в порядке вообще? Случайно, все, что случилось, нормально. А ты когда? Мы много пережили. Ли, есть минутка? Само собой. Тогда на ферме Хершеля. Да. Мы даже не попытались его спасти. То есть, это кровь на наших руках, понимаешь? Подожди. Все произошло очень быстро. Все произошло... Наверное. Но я не могу его забыть. Нельзя убиваться из этого. Мы убили того мальчика. Вместе мы бы смогли его спасти. Мы сделали все, что могли. Иногда все идет не так. Не мы сделали ему выбор, который был Шона. Если думать теперь, то кажется, будто это наша вина. Но в то самое мгновение у тебя не было выбора. Наверное. И постарайся смотреть за с этим. Ну, не знаю. Я как-то игру. Я реально, я быстро все решаю. Я прямо решаю. Потому что я не успеваю никогда. Еще взять? Возьми. В офисе, да? Угу. A life inside. Так. Ну, конечно, несколько штук возьму. Да и ладно. Пускай буду, да? Да. Таблетки, да? Угу. Угу. Это не дамы. Целый. Приятно, что это место не разграбили. Тсс. Алиментина, ты сходил в туалет? А, наверное, да, когда на нее напали. Это немного. Ну что уж, есть. Спасибо. Не вопрос. Ну, привет. Привет. Слышала? Слышала, что-то Глена. Ничего. У нее все хорошо? Да. Думаю. Так. Ты хорошо справляешься. Принести что-нибудь? Я в порядке. Ничего. Спасибо. Намного проголодалась, разве что. Не наелась? Ага, это был один звук. Я понимаю. Я смотрю, можно найти тебе что-нибудь еще. Что ж... Ты в порядке? Что... А, да, да. Я в порядке. Я просто... В норме. Это хорошо. Да. Я думаю... Я думаю... ...это не смотря на обстоятельства. Да. Ага. Ну, посиди ты. Хорошо. Хорошо. Так. А это что мне за дом? О, еще один батончик. Угу. У меня уже и два. Че, может еще этот? Нет, покормить мы больше не можем. А, еще батарейка. А, да, мне же две батарейки надо было. Не одна. Так. Окей. Хорошо. Контейнер. Похоже, еще никто не успел. Ничего пожертвовать, когда этот этап началось. Центральная средняя школа переходит на бесплатное обучение. Кстати, недели 12. А, похоже, это прошли годы. А, то есть я еще могу кому-то дать еду, а кому-то нет. А, да. Я тут нашел кое-что поесть. О, спасибо. Пожалуйста. Уверишь, что твоей девушке-то не нужно? Она в порядке. Я стараюсь вовремя кормить и поить ее. Для себя хорошая. Спасибо. Эта батарейка должна подойти к радио. Хорошо. Спасибо. А вот еще одна. Теперь она должна заработать. Все еще не работает? Да. Да, я не могу разобраться. Позволь мне сгнет на эту штуку. Валяй. Так. Посмотрим, как эта... Женщина... Вставила батарейки. Ну да. Логично. Ой. Ну это уже другое дело. Не знаю. Я прям сразу подумал об этом. О. Неизвестное заболевание по-прежнему без... Ты подчинил его? Да, ты просто батарейки неправильно поставил. Радио Бая Бэй призывает вас не выходить из помещения и избегать контакта с людьми, которые могут быть заражены. На станции все в порядке. В случае полного... Продюсер говорит, что нам нужно выходить из эфира. Стив. Радио. Вейп желает вам и вашим близким... Благословить вас всех, Господь. Вот и все. Привет, Карли. Ты в порядке? Ты в порядке? Я в порядке. Не обязательно же так. Не обязательно так. Растраиваться. Я уверена, что кто-то точно выбрался. Может, их даже всех спасает. Может и нет. Привет. Я в порядке, спасибо. Окей. Как у нас дела? Хорошо. Хочешь осмотреть снаружи? Нет, пока нет. Не сейчас. Хорошо. Так. Это у нас... Это... Я не нашел ничего, что... Типа палки и так далее, да? Открытки... Это... Фотки, газеты... Штоны, моны... Как у нас дела? Думаю, мы из семьи немного отдохнем, если не возражаешь. Дай мне знать, если этот мудак начнет гузить. А, точно, с мудаком уже не болтаю. Мы же сейчас мудаком не болтали, точно там же этот... Я совсем про него забыл. Но он мне не нравится, поэтому... Как у него дела? Не уверен, что услышал твое имя. Я Ли. Лили. Мой папа Ларри. Я просто делал то, что нужно было сделать раньше. Все так говорят. Теперь у него снова проблемы с сердцем, а я ничем не могу помочь. И еще эта драка с отцом... Лучше от этого не стало. Что с ним? У него проблемы с сердцем. Он довольно регулярно принимает таблетки и нитроглицерин. И уже было... Несколько приступов, из-за которых он попадал в больницу. Да, да, сейчас этим будет сложно. Я просто стараюсь, чтобы он не волновался. Ну, при этом он сам... Он спрычил. Ах, черт! Да, к черту тебе! Да. Он не это имел ввиду. Просто... Да. У нас здесь дети. Ладно. Ну, я считаю... Ладно. Может быть, он хороший. Хороший. Просто у каждого свои проблемы. Ты так думаешь? Где ее мама? В Саванне. Думаю... Да. Так вы не вместе? Нет. Я не ее отец. Я нашел ее в одном доме, когда выбирался за талант. Она там пыталась выжить сама. Думаю, родители девочки не выжили. Оу. Оу. Я услышал сообщение от ответчики, что они были в Саванне, пока она была дома с няней. Не очень хорошее сообщение. Что ж, ей повезло с тобой. Вы отсюда? Я работаю у Уорнер Робинс, на базе BBC. О, да, я знаю. Пилот? Не-не, я администратор, суд-механик. Постоянно общаюсь с говорящими жопами, и меня удела с самолетами, если повезет. А ты? Я работаю в университете Джорджи. Работал. В аптеке кто-нибудь... Здесь был кто-нибудь? Кого сюда поп... Как сюда поп... Нет, здесь больше... Был довольно пусто. Мы вытащили из офиса пару тел. Ты в порядке? Да, все нормально. Ты здесь кого-нибудь знал? Да. Хозяев, они были... Мы были близки. Я извиняюсь. Мы нашли пару пожилых людей в офисе. Папа вытащил их на случай, если они еще были живы. Что ты обо всем этом думаешь? О чем тут думать? Мертвецы восстали, бродят, едят людей и превращают их в таких же мертвецов? Ужас? В общем... Чтобы выбрать из этого, нужно держаться вместе. Пойду вернусь к нему. Отлично. Так, на батончик. Это немного, но хотя бы так. Ты уверен? Да. Ты немного нервничаешь. Пожри. Спасибо. Это мило. Мне стоит благодарность. Все. Полпокер. Живой? Ладно. Так, вроде бы больше ничего тут нет такого. Кроме ворота и так далее. Окей. Пар массив. Ну-ка, пойдемте. Офис. I live inside. Короче, я так понимаю, это... Магазин был его семьи. Он, получается, вернулся. И вот как раз эта положилая пара, да, она как раз является... Возможно, является его семьей. Родители. Ну, это видно по глазам, да и уже понятно, то есть, из разговоров. А тот парнишка, скорее всего, был его братом. Не знаю, почему мне так кажется. Я не могу, не хочу думать, что здесь было. Клементина пошла со мной? Ладно. Переулок. Эта дверь уйдет на задворке. О, аптечка. Мои родители пытались здесь спастись. Только, похоже, кто-то из них был ранен. Может быть, папа? Наверное, пытался геройствовать или ее пытался защитить. Я не знаю. Это вот фотография. Ебать я умный! Вы поняли, да? Нашло что-нибудь? Фотография семьи, которая принадлежала в это место. Может быть, мы теперь ключи от офиса найдем? Я знаю, кто ты. Ты Ли Эверетт. Ты профессор из-за тайнца, который убил сенатора за то, что он спал с твоей женой. Это магазин твоих родителей в городе. Знаю, что сын владелец из-за гребена тюрьмы на пожизненное. Но я работаю репортером Вейп в Атланте. Я следила за судебно разбираться. Может быть, ты и убийца. Только мне плевать, честно говоря, на такой опыт. Даже может пригодиться. Хм. Хм. Как-нибудь кто-нибудь знает, что или как ты связан с этим местом? Нет. Я не просто так представляюсь по имени. Ты вроде неплохой парень, а нам дискардалы не нужны. Тебе об этой девочке надо заботиться. И... слушай. Надеюсь, я не ошибаюсь. Ты не ошибаешься. Хорошо, потому что если все это затянется дольше, чем на несколько дней, когда ты подставишь друг, тогда у нас проблема. Понимаю. Я никому не скажу. Почему должен тебе поверить? Не должен. Но у тебя выбора особо нет. Я говорю, охренеть я умный. Я все разгадал. А че ты, че ты, че ты, а? Микрофон просто тупит. Я все разгадал сам. Сам, мать его. Ну а какая, а? Я сразу понял, что вот этот вот парнишка в форме, это его брат. Мне в такие игры надо играть, короче. Я все понимаю сразу же. Так, аптечка. Надо посмотреть, че там есть. Есть нитроглицерин. К счастью, здесь нет ничего нужного. К счастью, здесь нет ничего нужного. Ты вообще дурак? Знаковые знаки. Я бы сказал, к счастью, здесь нет ничего нужного. Отодвинешь? О, а вот и палка. А вот и палка для этого. О, как ее? Для... Костыль отца. Это что? Это трость моего отца. Временами он отсюда заставал. Он болел? Не, все в порядке. Я сам видел, как он гонял ей в варьер. В тросе хранялся место для лучшей сторожевой. Собаки. К тому же он с ней выглядел шикарно. Как ты в твоей кепке? Мне папа ее дал. Видишь, а цены такие гораздо. Так, трость возьми, дебил. Трость возьми, дебил! Нужно расти с меня, чтобы открыть вам ту дверь. Ладно, я тебя понял. Как дела? Хорошо. Тебе здесь не нравится? Тебе здесь все нравится? Да. Ну, может быть, не тот тихий человек. Да. Будем за ним посмотреть. В туалете была эта штука. Она пыталась схватить меня. Знаю. Но ты его остановил. Да, остановил. Ты сможешь еще так сделать? Ну, я не собираюсь сам их высматривать. Нет, нет. В смысле защищать, это опасно. Я постараюсь. Хорошо. Есть новость от Глена? Пока нет. Посмотрю, что тут еще есть. Хорошо. Сейчас. Потому что это начинается, блин. Самое ужасное, что, короче, эту штуку почему-то нельзя поставить на безучку. Нет, я знаю, как можно. Ну, типа... Ну, короче, мы поняли. Расчистить-ка эту дверь, а? Помочь? Ну, давай. Конечно. Ну вот. Не прищемим пальцы. Страшновато было, да? Да. Не хорошо. Не знаю, почему все с ума подсходили. И я не знаю, Клементина. Наверное, никто не знает. Спорю, мой папа знает. Ну, начали. Я ничего не делаю, не сами прошу точно. У тебя есть дети? Нет, нет. У тебя нет родных? Кем работают твои родители? Мама врач, а папа инженер. Хорошая профессия. А ты кем работаешь? Ну, я преподаю историю, литературное творчество. Как-то так? Как бы... общественной науке? Да, типа того, помнится. А ты мне не ответил? Хорошо, еще чуть-чуть. Почему ты не хочешь говорить о родных? Они что, терпеть тебя не могут? Потому что они умерли. Потому что они умерли. О, извини. Ты не знала. Прости, что я вредничала. Слушай, моя семья погибла, а мне бы хотелось, чтобы все было по-другому. Да. У меня были проблемы, но я не злодей. Я убил кое-кого. Однажды я подрался. И что случилось? И все очень плохо закончилось. Потом мне не разрешали общаться с семьей. Это так грустно. Я почему-то хочу перед ней быть более откровенным. Я не вижу смысла. Она не предаст ничего. Эй! Господи, ты будешь домой. Ты как? Парень спрещенил. Кровь? Немножко. Сейчас, подожди. А птичка там была? А птичка где? Я поищу пластырь. А птичка где? Была, была. Вот, ё-моё. Так, вот. Ща, 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 ща. Ща, быстренько. Давай. Давай посмотрим на этот пальчик. Ай. Больно. Поглядим, можно ли что-нибудь с этим делать. Давай заклеим это. Да, пожалуйста. Короче, Ли умрет, это понятно. Всё, это вот... Уже после этих сцен всё понятно было. Они специально это делают, чтобы мы привязались к Ли, а потом мы это... Ли? Да. А если мои родители придут домой, а меня нет? Они нас найдут. Найдут нас. Не беспокойся. Да, хорошо. Надо поглядать по сторонам. У меня есть рация, если вдруг они захотят связаться. Всё верно. А до тех пор, держи ко мне и ко мне, ладно? Ну вот и молодец. Так, ящик. Может там ящик что-нибудь есть? Пистолет! Нет, пульт. Пульт это хорошо. Это пульт до памятного телека. Птичка. Ничего, 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 ничего. Хорошо. Может, работа чем-нибудь нет? Так и думал. Ну ладно, бессмысленно. Но пульт мы взяли. Дверь в аптеку? Там невелика есть лекарства для Ларри. Прось, возьми только, ладно? Ключи вон у того зомби на улице. Понятно. Как твоя палец? Нормально. Спасибо, что полечил. Так. Посмотрю ещё что-то есть. Так. Нужно взять трость, это логично. Открыть дверь аптеку. Открыть мы не можем. Он говорит, ключи у того, да? Или я? Ключи у того зомби на улице. Да, у брата его. Хорошо. Так, здесь мы ничего не можем сделать. Постель ничего, пульт ничего. Надо возвращаться туда. Хочешь сходить со мной в аптеку? Хорошо. Ли? Да. Ты же не злодей, правда? А почему ты спрашиваешь? Ну, та леди сказала, что ты кого-то убил. Из-за того, что он был тварью и хотел тебя съесть? Нет. Не был. О. О. А он был злодеем? Он был. Был. Нехер спать чужими женами. Так. Ладно, ребята. Давайте мы это с вами закончим. То есть вот этот хейс будет у нас уже в следующей серии. Сейчас я вам скажу. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Смотрите комментарии. С вами мы далеко не увидимся в следующей серии. Всем удачи. Пока-пока.